Здравствуйте! В студии Андрей Фадеев. Это новости Верхникамья. И вот главные темы выпуска. Обезглавил жену и расправился с тестем. Преступление, совершенное пермским тираном, обсуждает весь край. Что делать, если вы столкнулись с домашним насилием? Хотя бы говорить людям о том, что вам плохо. Это нелегко. Нужна помощь. Ленина, 38. Жители этого дома ложатся спать, боясь, что эта ночь может стать последней. Дом наладан, дышит. Есть ли надежда на то, что его расселят? Лучше переехать с этого дома подальше. А то так в данный момент рухнет, и мы вместе с ним рухнем. Выходных мало не бывает. В России могут вести четырехдневную рабочую неделю. Березняковцы взвешивают все за и против. У меня ипотека, мне вообще нельзя отдыхать. Чудовищное двойное убийство, которое произошло накануне в Перми, уже сутки обсуждает вся страна. Там, в Дзержинском районе, на улице Маяковской, 25-летний домашний тиран обезглавил свою беременную третьим ребенком жену, а затем убил ее отца. Родственники, соседи, как сейчас выясняется, оказывается, все знали. Но только сейчас начали рассказывать о том, что убийца, уроженец Таджикистана, был страшным тираном. Он регулярно жестоко избивал жену, закрывал ее в комнате, не давал смотреть в окно и даже в туалет не отпускал. На этих кадрах задержанный дает признательные показания. С помощью переводчика рассказывает, что убил жену за то, что она заявила о разводе, сказала, что заберет детей и вернется к родителям. После этих слов 25-летний тиран отвел детей в комнату, связал жену, ножом нанес удары в грудь, а затем обезглавил. После этого он, как ни в чем не бывало, отвел двух детей к родственникам и пошел убивать отца своей жены. Сотрудники полиции не скрывают преступления, связанные с домашней тиранией, много лет бьют рекорды в сводках происшествий. Почему это происходит и как себя вести? О чудовищном происшествии мы сегодня поговорили с психологом. Это тиран, который считает, что ему все дозволено и это норма. Он понимает, что ему за это ничего не будет. Чаще всего терпят соседи, соседи слышат это. И в нашем обществе как-то очень плохо оценивается, что считается, что женщина сама виновата. Но это не так. Когда они начинают обращаться за помощью, они начинают понимать. То есть там как бы осознание происходит, что дело не в ней. То есть это надо проговаривать? Это надо проговаривать. Она должна себя услышать, что для нее это уже не норма. Вот пока она себя не услышит, она будет продолжать сидеть и думать, что это она виновата. То есть они просто держат на комплексе вины. Психологи призывают, если рядом с вами происходит подобное, если вы слышите систематические ссоры и побои за стенками у соседей, незамедлительно обращайтесь в полицию. Завтра мы вернемся к этой теме и расскажем, как помочь женщинам, которые оказались в кризисной ситуации. С дорожного происшествия началось сегодняшнее утро в Березниках. Водитель небольшого автобуса зазевался и, протаранив бордюр, залетел на газон кольцевой развязки в районе завода «Миакир». Происшествие случилось сегодня в 8.40 утра. По Новосодовой в сторону кольцевой развязки двигался автобус «Газель» под управлением мужчины 1965 года рождения. За несколько метров до кольца водитель не справился с управлением, допустил наезд на бордюр и оказался на газоне. Были ли в автобусе пассажиры, не сообщается. По факту ДТП проводится проверка. Жители 38-го дома на Ленина боятся жить в собственных квартирах. Пол прогнил, стены трещат. Люди сравнивают такую жизнь с игрой в русскую рулетку. Никогда не знаешь, когда рухнут перекрытия. Сергей Калиник встретился с жильцами. Снимая эти кадры, оператор рисковал жизнью. Никогда не знаешь, когда на голову рухнет потолок, а вместе с ними квартира выше. Находиться в подвале одного из самых старых домов Березняков жутко. Кстати, Ленина 38 был построен еще до образования города. Четырехэтажный дом на Ленина 38 стоит вот на таких вот деревянных опорах. Здание постоянно оседает. Если раньше я здесь мог стоять в полный рост, то теперь приходится упираться головой в потолок. Что интересно, в подвале соседнего подъезда до потолка не дотянуться. Зато сквозь щели видна квартира на первом этаже. Перекрытия сгнили и превратились в труху. Пол может уйти в любую секунду, оборвав газовые шланги. Поэтому голубое топливо в некоторых квартирах отключили. Вот так поставили. Раз не подошли, они забили эти... Чопики сверху просто заколочили. Да, просто заколотили и все. А так живет Фаина Куклина. Последний этаж. Постоянные потопы из-за дырявой крыши. А теперь еще и окна не открыть и не проветрить квартиру. На них поставили вот такие рамы. Ведь кирпичная кладка стала разрушаться. А вот так и живем. Все окна запечатали, заколотили, можно сказать, нас. Говорили, если вы не сделаете, будете отвечать. Что если получится, что обвал, значит мы виноваты. То есть они спихнули на вас аварийность дома? Да. Да. Что если мы не сделаем эти подпорки, значит все, будем виноваты. Если обвалится. Угу. Обвал будет. Годами люди пытались доказать, их дом на Ленина 38 опасен для проживания. За 90 с лишним лет с момента постройки здесь все держится даже не на честном слове. Кирпичная кладка в трещинах, несущие балки и деревянные перекрытия местами рассыпались. Но люди живут там, где в принципе уже жить нельзя. Дело сдвинулось с мертвой точки в 2019 году. Тогда жильцы дома пришли на прием к главе города. Экс-глава Сергей Дьяков подтвердил, дом никудышный, капитальному ремонту не подлежит. Мы стоим на том, что действительно признать это его аварийным. Но что для этого надо? Вот для того, чтобы его признать аварийным, на следующей неделе к вам приедет компания, называется «Строидиагностика». Это ребята, которые работают по аварийным домам в Березняках. Они 10 лет с нами. Нам для того, чтобы признать аварийным его, надо до 1 апреля доставить всю документацию, что он аварийный. Сказал, сделал. Уже в декабре 2019 года специализированная компания приехала из Перми и запротоколировала все ужасы дома. А в начале 2020 года дом признали непригодным для проживания. Когда были на приеме мы у Сергея Петровича, он нам сказал, я вас постараюсь в самую первую очередь поставить на расселение. Ну вот в прошлом году они подавали якобы документы туда, в градостроительство. Нас не включили. Сказали, что нам не хватило бюджета на наш дом. ВОЗ и ныне там. Люди живут в ужасных условиях. Они согласно и с этим начинают переезжать на съемные квартиры. Администрация старается поддерживать жильцов. Для обеспечения безопасности в квартирах установлены эти деревянные упоры. Лучше переехать с этого дома подальше. А то так в данный момент рухнет и мы вместе с ним рухнем. Потолок на кухне падает. Постоянно топят нас. И все, все косяки, все отпадают. И что еще, куда деваться. С детьми живем маленькими. Больше никак, выхода никакого нет. Сегодня чиновники дали ответ, почему не расселяется дом. В прошлом году администрация отправила заявку в правительство края с просьбой включить дом в программу по расселению аварийного жилья. Но войти в нее не получилось. В крае слишком большая очередь. Это не значит, что данный дом не будет расселяться. В этом году мы вновь направим заявку повторную на включение данного дома, проспект Ленина, 38, и плюс еще 19 домов таких же аварийных. Надеемся, что все-таки нас включат в эту программу. В мае станет известно, какие дома попадут в краевую программу по расселению такого аварийного жилья. Тем временем люди мечтают о скорейшем завершении ситуации и решении вопроса. А мы обязательно продолжим следить за судьбой дома. Сергей Коленик, Степан Некрасов. Новости Верхнекамья. Коммунальные беды не дают покоя и жителям других городов Верхнекамья. Четыре аварии на водоводе буквально за неделю вымотали жителей Кизила, которым приходилось ежедневно запасаться водой. Без живительной влаги остались и детские сады. Сегодня наша съемочная группа побывала в Кизиле. После аварии, вы сами понимаете, сколько там песка, сколько грязи это попадает, в чайники известь вообще невыносимо. Ее чистить постоянно просто приходится. Чайник постоянно с налетом. И ни одни фильтры не помогают, не спасают. Аварии одна за другой на участке трубопровода от водозабора ключи до резервуаров, так называемой водобашни, происходили во второй половине января. Устранение порывов занимало не одни сутки. Все это время жители Кизила либо сидели совсем без воды, либо отдавали ее всего на несколько часов в день. Каждый вечер, когда у нас отключают воду, начинаешь бегать сначала скорее детей все помыть, все прибрать, посуду помыть и начинаем запасаться. Почему так часто рвутся трубы старого основного водопровода и что по этому поводу думает глава Кизиловского района, расскажем завтра в выпуске новостей. Наша съемочная группа только что вернулась из Кизила, поэтому завтра смотрите подробный репортаж о мытарствах наших соседей. С подобной проблемой недавно сталкивались и жители Красновишерска. Мы уже рассказывали, что полторы недели назад на одной из улиц пропало водоснабжение. Вода в трубах попросту замерзла. Коммуникации не выдержали мороза. Сегодня мы узнали, как сейчас там обстоит ситуация. Напомним, вода пропала на улице Яборова в Красновишерске в прошлое воскресенье. Люди целый день бегали по всем инстанциям, однако техника прибыла на место, чтобы обогреть трубы только после приезда нашей съемочной группы. С помощью парогенераторной установки красновишерские коммунальщики пытались отогревать почву и трубы. Но получилось не сразу. Только спустя 10 дней воду разморозили лишь на одном участке. Проблема решилась пока только в доме, где живет наша телезрительница Юлия Тарасова. Я сейчас стою на раскопанном участке дороги. Вот это раскапывал водоканал. Благодаря мужикам, работникам водоканала и директору водоканала, которая выбивала все машины. И сидели они здесь непонятно сколько часов. Все это отпаривали. Мы сейчас с водой. Однако соседям Юлии Тарасовой не так повезло. Сейчас воды нет еще в четырех двухквартирных домах. То есть без блага цивилизации пока остаются восемь семей. Красновишерский водоканал продолжает отогревать трубы и на других участках. Работы ведутся каждый день. И мы надеемся, что и в остальных домах появится вода. Мы будем держать руку на пульсе. Тарифы на услуги ЖКХ в Пермском крае необоснованно завышены. На портале «Управляем вместе» теперь можно сообщить о проблемах текущего содержания дома. Сообщения, которые будут интересны каждому собственнику, вы узнаете из рубрики «Новости коротко». Тарифы на услуги ЖКХ в Пермском крае необоснованно завышены. К таким выводам пришла Генпрокуратура России. Ведомство поручило провести дополнительные проверки. В Пермском крае, Кировской и Ульяновской областях вмешательство прокуроров потребовалось в связи с завышением тарифов на услуги по электротепло- и водоснабжению. Кроме того, тарифы повышались и на водоотведение путем включения в них затрат с бытовых компаний на выплаты топ-менеджменту или дорогостоящую аренду помещений, сообщают в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. На портал «Управляем вместе» теперь можно сообщить о проблемах в доме. В категории «Тем содержание многоквартирных домов» можно написать о недостаточном отоплении в квартирах, некачественном текущем ремонте, несвоевременном вывозе мусора и многом другом. Если обслуживающая организация подключена к порталу, сообщение рассмотрят в течение 8 рабочих дней. Если не подключено, ждать 33 дня. При нарушении срока ответа более чем на 3 дня обращение направят в ГЖН Пермского края. Согласовать место для создания контейнерной мусорной площадки теперь можно через МФЦ. В прошлом году за решением различных ситуаций, связанных с вывозом мусора, многофункциональные центры обратились 27 тысяч человек. Наиболее частые вопросы, возникающие у жителей региона, касаются пересчета размера платы за вывоз с мусором. Новости коротко подготовила Евгения Кокшарова. Как зарегистрироваться на зимний турслет и поддерживают ли березняковцы идею четырехдневной рабочей недели? На эти вопросы вы получите ответы после короткой рекламы. Оставайтесь с нами. В Прикамье стартовал краевой этап профессионального чемпионата WorldSkills. Это престижное и зрелищное соревнование проходит на нескольких площадках в нашем регионе, в том числе и в Березняках. Сегодня Кристина Придеина побывала на испытаниях у медиков и механиков. WorldSkills – это крупнейший международный конкурс профмастерства. Чтобы определить лучших в профессии, для участников готовят несколько отборочных этапов. Первый – региональный. В этом году его проводят сразу на 16 площадках Прикамья. Одна из них – Березняки. Вот, например, сосредоточена шаг за шагом. Прокладывает себе дорогу в финал. Роберт Гельфанов из Губахи. Он собирает механическую схему, благодаря которой двигатель вращает колесо. Скорость работы парня поражает. Он закончил задание еще за несколько часов раньше положенного. Нужно было собрать механическую схему, и вот я ее собираю. Сейчас у меня проходит проверка, и в принципе я продолжу дальше работать. Волнение, естественно, присутствует, да. Я готовился вчера весь день, но постараюсь занять первое место. Может, заметят меня, да, пригласят на работу. Точность, внимательность, стрессоустойчивость – пожалуй, главные черты победителей WorldSkills. Ведь выполнять задания ребятам нужно не только быстро, но и точно. А за каждый промах сразу получаешь штраф. Например, забыл надеть очки или перчатки. Или запустил схему, и она не работает. Тоже минус балл. Когда мы готовим к чемпионату, дополнительно с этими нашими участниками, которые на чемпионате занимаются, специалисты. Бывают даже такие моменты, когда мы отправляем при нехватке какого-либо оборудования студентов на предприятие, дабы они там получили более расширенные знания и навыки. А буквально в соседнем здании от строгих механиков свое испытание проходят будущие медсестры. Сегодня они направили все свое внимание на пациентов. Правда, сегодня их роли играют такие же студенты. По легенде, у каждого своя история болезней и диагноз. Но подробности участницы конкурса узнают только в разговоре с больным. Я боялась, конечно, что мой пациент скажет что-то не так или что-то недоскажет мне. Но он все сказал, все мне развернуто отвечал. В принципе, все было легко, пациент со мной контактировал. Мне нужно было оценить его состояние, помочь ему в каких-то его домашних делах. Также я оценила его состояние. Он пациент со мной хорошо работал, контактировал. Все было хорошо. Я считаю, что я справилась, ну, возможно, не отлично, но думаю, на хороший балл. Впереди у этих студентов еще целый соревновательный день. А уже в субботу организаторы подведут итоги. И тогда мы узнаем, кто станет победителем регионального этапа и поедет на Всероссийский чемпионат представлять родной край. Кристина Придеина, Дмитрий Воронушкин. Новости Верхниками. Хотите сплотить свой трудовой или учебный коллектив и весело провести время на свежем воздухе? Тогда у отдела по делам молодежи есть для вас предложение. Регистрируйте свою команду на зимний турслет. Порция самой приятной усталости, дружеской поддержки и походной еды вам гарантирована. Зимний туристический слет 2021 пройдет 27 февраля. Из спортивных активностей в программе техника лыжного туризма, ориентирование на местности, а еще шоу-забег «Прощай зима». Но пока организаторы держат в секрете его условия. Это раскроют лишь в день проведения турслета. У участников будет достаточно простора для творчества. Для креативных конкурс блюд «Зимняя пурга», что готовить выбирают сами участники, и пародия на музыкальный клип. Главная задача – выступление должно быть позитивным и длиться не более семи минут. Весь день участники будут получать незабываемые эмоции. К мероприятию допускаются все желающие в возрасте от 18 до 35 лет. В команде должно быть не менее пяти человек, в том числе одна девушка. Заявки принимаются до 17 февраля по электронной почте дворец молодежи собака Яндекс.ру с пометкой «Зимний турслет 2021». Телефон для справок 26-21-25. И сегодня свой день рождения празднуют, не поверите, резиновые калоши. Дата, конечно, из разряда «Не дня без праздника», но 4 февраля на заводах, где изготавливают калоши, об этом дне, конечно же, помнят. Мы и сегодня в нашем климате никуда без красивых резиновых сапожек. А вот ровно сто лет назад существовала даже самая настоящая мода на ношение калош. Думаете, это веяние Советского Союза? Вовсе нет. Их придумали в Англии, где сырая погода не давала шанса вернуться домой с сухими ногами. Тогда и придумали что-то вроде резиновых чехлов, пропитанных каучуком. И вот сегодня, казалось бы, навсегда ушедшие в прошлое калоши вдруг снова пользуются популярностью даже среди законодателей моды. Да и по весне, когда по улицам Березняков потекут талые реки, люди снова побегут в магазин подбирать себе превосходно удобные резиновые калоши. В России заговорили о переходе на четырехдневную рабочую неделю. Впервые об этом упомянул Дмитрий Медведев в июне 2019-го на международной конференции «Труда в Женеве». Ну а потом эту идею перехватило и наше российское сообщество независимых профсоюзов. Эта тема с самого начала вызывала много споров и обсуждений. С одной стороны, отдохнуть в современных условиях было бы неплохо, особенно для тех, кто напряженно работает и сильно устает. Можно было бы планировать поездки на трехдневные выходные, больше времени проводить с детьми, семьей. Или в конце концов, дочитать любимую книгу или уделить время спорту. Однако скептики, как всегда, сомневаются. По их мнению, перестроить российское законодательство под четырехдневную рабочую неделю будет крайне сложно. Люди потеряют в деньгах или им придется еще больше работы выполнять в рабочие дни. А что думают березняковцы по этому поводу? Ну, сейчас будут четыре дня отдыхать, а потом будут просить понедельник отдых еще. Если людей приучать, они будут еще больше захотят отдыхать. Так что я не знаю. Лучше не расслабляться? Лучше не расслабляться, думаю. Против, я же сказала, против. Если бы я работала, я бы была против. А по какой причине? Потому что мы не успевали и за пять дней работу свою сделать. Так много нагружают? Да, было много работы, приходилось даже выходные выходить. Я считаю, что лучше обычную пятидневную рабочую неделю и все. Так было, зачем что-то менять? Наверное, зарплата, да, меньше станет, упадет зарплата. Это плохо. Это плохо. Ну, у нас нету куда как бы сходить. Там, театр. И то мало кто ходит. Вот. Наверное, больше как бы кинотеатр. Как бы развлечений-то у нас так как-то нет уже. Ходить некуда в выходные. Да, бассейн, каток, как бы лыжи. Но некуда. Ну, некуда. Не, ну, каждый выходной тоже же не будешь в одно и то же место ходить. Я считаю, что если усиленно работать четыре дня в неделе, то можно три дня отдыхать себе позволить. А почему бы не? Ну, только нужно очень честно подходить. Очень честно подходить. А у нас в России есть честные люди? Конечно, есть. Я. У меня ипотека, мне вообще нельзя отдыхать. Мне только надо работать больше ничего. Круглые сутки. Ну, желательно. 24 на 7. Лучше, да. Чтоб не было проблем. А вы представляете, чтобы новости Верхнекамья работали всего 4 раза в неделю? Как бы то ни было, число россиян, которые хотят перейти на 4-х дневку, с каждым днем растет. К февралю уже 48% россиян проголосовали за. В опросе, кстати, приняли участие 300 работодателей и 1600 рабочих. По статистике, женщины чаще мужчин изъявляли желание больше находиться дома. Если вы неравнодушны к жизни Березняков, то снимайте на видео городские проблемы или интересные события. И становитесь участником нашей акции «Мобильный репортер». Победитель рубрики получит сертификат в ресторан на 3000 рублей. Свою новость вы можете отправить нам на почту tnt.news, собакамайл.ру или в личные сообщения в нашей группе ВКонтакте. Перед выходом из дома зарядите телефон, ведь часто лучшие кадры делают именно с помощью смартфонов, а не профессиональных камер. Наш выпуск подошел к концу. В студии был Андрей Фадеев. Всего доброго и будьте здоровы! Внимание! Открыт новый салон двери-окна «Кудесник» Парижской коммуны 54. В честь открытия скидки на стальные двери до 30%. Акция действует до конца месяца. Успевайте! Количество моделей ограничено. 5 февраля на территории Верхнекамья синоптики прогнозируют пасмурную погоду и снегопады. В Александровске минус 2 градуса. В Кизеле столбик термометра опустится до минус 3. В Соликамске также 3 градуса ниже нуля. В Березняках в пятницу температура воздуха ночью минус 8 градусов. В дневные часы минус 3. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. Ветер южный 2 метра в секунду. 5 февраля солнечная активность низкая, геомагнитное поле слабо возмущенное. Внимание! Новый салон «Кудесник» Парижской коммуны 54. Стальные и межкомнатные двери. Украшения и защита вашего дома. Доставка, качественный монтаж. Первым покупателям установка в подарок. Новый салон «Кудесник» Парижской коммуны 54.